Всем здравствуйте! В студии Инесса Буланкова. Сегодня вспоминаем самые яркие события уходящей недели и подводим итоги. В этом мне помогут мои коллеги. Коротко о главных событиях. Россия и Турция возвращаются к партнерскому взаимодействию. На этой неделе в Сочи прошла встреча лидеров стран. Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на примирение арабов и евреев. Американский лидер пообещал приложить все усилия для разрешения ближневосточного конфликта. На месте крещения Иисуса Христа прошла совместная молитва о мире и людях, терпящих гонения. Россия и Турция возвращаются к партнерскому взаимодействию. Накануне в Сочи прошла встреча лидеров стран. Владимир Путин и Раджи Пардоган обсудили двустороннее сотрудничество и мировые проблемы. Главными темами переговоров стали совместная борьба с террором, перспективы урегулирования сирийского кризиса, а также проблемы, которые волнуют общественность и деловые круги наших стран, снятие ограничений в торговле и безопасность российских туристов. Некоторое время назад наши двухсторонние отношения, известно, проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершён. Мы возвращаемся к нормальному партнёрскому взаимодействию. Характерно, что наши страны твёрдо настроены на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в соответствии с духом и буквой договора об основах двухсторонних отношений, которому в конце мая исполняется 25 лет. Есть одно русское выражение, которое мне очень нравится. У кого что болит, тот о том и говорит. Да, для наших стран Сирия является кровоточащей глубокой раной. Мы будем работать над разрешением этого вопроса. Мой друг Путин также искренне выразил своё желание покончить с этой драмой. Российский президент лично приложил много усилий, и я верю в то, что и в дальнейшем он будет делать всё для прекращения кровопролития. Некоторые тратят свою энергию для саботирования этого процесса. Очевидным примером является применение химического оружия. Такое варварское нападение не должно остаться безнаказанным. На встрече подчеркнули, благодаря совместным усилиям России и Турции, а также Ирана, за стол переговоров в Астане уже удалось усадить представителей сирийского правительства и оппозиции. На этих встречах есть и делегаты западной коалиции. В самой же Сирии необходимо создать так называемые зоны безопасности. Места, где беженцы и мирные граждане могли бы укрыться от войны. Причем эти зоны должны быть закрыты для боевой авиации любой из сторон. Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на примирение арабов и евреев. Американский лидер пообещал приложить все усилия для разрешения ближневосточного конфликта. Об этом Трамп заявил во время совместного выступления с палестинским лидером Махмудом Аббасом после переговоров в Вашингтоне. Я привержен работать с Израилем и палестинцами для достижения мирного соглашения. Но любой договор не может быть навязан ни Соединенными Штатами, ни каким-либо другим государством. Палестинцы и израильтяне должны работать вместе, чтобы достичь соглашения, позволяющего обоим народам жить, веровать, преуспевать и процветать в мире. Я сделаю все необходимое, чтобы способствовать достижению соглашения. Буду выступать посредникам, разрешать споры, буду делать все, что захотят обе стороны. Аббас, в свою очередь, выразил надежду на признание Израилем Палестины. Между тем, эксперты уверены, что перезапустить эффективный процесс урегулирования конфликта будет непросто. В числе многих причин наблюдатели называют отсутствие единства среди палестинцев. Палестина остается расколотой на две части – Газу под руководством Хамас и западный берег реки Ордан во главе с легитимной, с точки зрения мирового сообщества, администрации Аббаса. На месте крещения Иисуса Христа прошла совместная молитва о мире и людях, терпящих гонения. Церковную службу в Вифаваре на реке Ордан возглавил духовный глава англиканской церкви Джастин Уэлби. Христиане верят, что именно в том месте Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Архиепископ Контрберийский находится на Ближнем Востоке с длительным 12-дневным визитом. И местные христиане попросили священнослужителя помочь единоверцам, которые спасаются от войн и экстремизма. По словам иракцев, они не спешат возвращаться домой, поскольку религиозная нетерпимость там сильна даже на территориях, освобожденных от боевиков группировки «Исламское государство». Продолжить тему новостей христианского мира прямо сейчас моя коллега Жанна Мамилова. Спасибо, Инесса. Прошедшая неделя запомнилась следующими новостями. Главой парламента Коста-Рики стал пастор Евангельской церкви Гонсало Рамирес, сообщает христианский портал Виктори. Выборы президента законодательного собрания Коста-Рики состоялись в понедельник. Из 57 членов парламента за депутата пастора Рамиреса проголосовали 33. 43-летний адвокат, пастор Евангельской церкви, является членом группы депутатов христиан. Президент законодательного собрания избирается на один год. Впоследствии он умеет право выдвинуть свою кандидатуру еще раз. В этом году выборы главы парламента проводились в три тура, и евангельский пастор набрал наибольшее количество голосов в каждом круге голосования. За избрание пастора Рамиреса главой парламента в основном проголосовали конгрессмены, придерживающиеся консервативных взглядов. Сам Гонсало Рамирес открыто выступает в парламенте против легализации однополых браков и абортов. Пастор из Уганта сжег несколько тысяч экземпляров Библии. Элоизиус Бугинге, возглавляющий одну из общин, мотивировал свой поступок тем, что общепризнанный английский перевод, известный как Библия короля Иакова, ошибочен, лжив и извращает смысл священного писания, сообщает Благовость.Инфо. Угандийское библейское общество решительно осудило сожжение Библии. Организация намерена собрать максимальное количество доказательств, чтобы подать на Бугинка в суд по статье 122 Уголовного кодекса Уганды, предусматривающий наказание за оскорбление религиозных чувств. Книги, сожженные лидером секты, представляли собой Библии короля Иакова. Этот перевод священного писания на английский язык был выполнен в 1611 году при короле Шотландии, а впоследствии и Англии, Иакове Первом. Хотя этот текст признан во всем христианском мире, Элоизиус Бугинки считает, что данный перевод был намеренно искажен и что его авторы – почитатели демонов. В частности, пастор возмущает тот факт, что в Библии короля Иакова Святой Дух назван Holy Host, а не Holy Spirit, поскольку в английском языке слово «хост» может обозначать как дух, так и призрака. Бугинка счел, что переводчики поклонялись привидениям. 30 апреля состоялось торжественное открытие 13-й Всероссийской молодежной конференции «Движение Святого Остатка». Все подробности в следующем сюжете. Конференция Святого Остатка проводится в Санкт-Петербурге ежегодно. Основная цель мероприятия – взращивать людей, которые способны бросить вызов проблемам современного общества, тех, кто готов строить будущее своей страны. Есть желание поднимать христианскую молодежь на профессиональный уровень, для того, чтобы они могли входить во все сферы общества и влиять через свои профессии, через то призвание, которое Бог дает им через церковь, но и, конечно же, через профессию, через образование. Открытие конференции не оставило гостей равнодушными. Выступления танцоров, живая музыка, световое шоу – все это было призвано напомнить всем присутствующим о величии Творца. Я хочу передать участникам о том, чтобы они за время конференции смогли наполниться Богом, его ответами, чтобы они получили откровения о своем даре, таланте, который они смогут использовать для служения своему народу, своему обществу, своему государству, своей церкви и той стране, где они живут, чтобы они смогли потом сделать великие дела для Господа и для людей. В этом году конференция получила название «Дерзай, ты можешь». Благодаря этим ежегодным семинарам многие молодые люди смогли изменить свои жизни и стали верными служителями. Я получаю благодать. Благодать, много откровений, Слово Божие. И могу сказать, что свою мечту, тем, чем я сейчас занимаюсь, я получила именно на этой конференции. Событие собирает юноши и девушек из разных церквей и городов. Проект направлен на развитие личности и побуждает молодежь преобразовывать все сферы жизни общества. И эта конференция, она дала мне понять, для чего я существую как христианин, что я не просто живу для себя, что передо мной есть целая страна, которой нужно служить. Святой остаток – это люди, чьи сердца посвящены Господу и наполнены любовью к своему народу. Кто хочет не просто верить в Бога, а исполнять Его волю. Но чтобы стать таким человеком, необходимо очень многому научиться, уверены организаторы конференции. Жанна Мамилова, Антон Антипин, Инна Сабуланкова. Новости ТБН. Власти Дании опубликовали черный список, в который включены пять мусульманских проповедников и один пастор-евангелист, передает Интерфакс. Им запрещено вести проповеди на территории Дании на протяжении ближайших двух лет. Этот срок может быть продлен. В списке числятся двое подданных Саудовской Аравии, один сириец, один канадец и двое американцев, в том числе пастор Терри Джонс, который в 2011 году сжег два экземпляра Корана. Министерство по делам иммиграции и интеграции Дании обвиняет этих людей в разжигании ненависти. Этот список должен направить четкий сигнал о том, что фанатичным религиозным проповедникам, которые стремятся подорвать нашу демократию и наши фундаментальные ценности свободы и прав человека, не рады в Дании, отмечается в коммунике датского министерства по делам иммиграции и интеграции. Президент США Дональд Трамп подписал указ о религиозной свободе, который позволит организациям и владельцам бизнеса отказывать в продаже товаров и оказании услуг на основе религиозных убеждений, передает РИА Новости. Указ президента приурочен к Национальному дню молитвы. Консервативные религиозные лидеры, которые были ярыми сторонниками кандидатуры Трампа, подтолкнули президента к тому, чтобы освободить религиозные организации от правил Обамы, защищающих гомосексуальных мужчин, лесбиянок и других от дискриминации. Вместо этого в постановлении исполнительной власти Трамп намерен предложить обещание защищать и активно пропагандировать религиозную свободу. Указ президента также попытается преодолеть положение в Федеральном налоговом кодексе, запрещающий церквям и другим религиозным организациям напрямую выступать против или поддерживать политических кандидатов. В Санкт-Петербурге прошел форум христианских служителей, организованный миссией Good News Mission. Съемочная группа ТБН побывала на мероприятии. Все подробности в нашем сюжете. Быть единодушно вместе. Под таким девизом стартовал форум христианских лидеров, открытие которого состояло в Санкт-Петербурге. С каждым годом этот проект миссии Good News Mission, руководителем и основателем которой является пасторок Супак, становится все более востребованным. Мы можем почерпнуть от корейской миссии, это однозначно, есть чему получиться, их посвященности, их организованности. И просто вот это всегда обогащает лидерское общение, потому что у каждого есть что-то, что другим можно почерпнуть. Основная цель данного форума – объединить христиан и церкви, мотивировать их больше служить друг другу и людям, которые остро в этом нуждаются. Церковь способна и должна влиять на общество. Если мы хотим видеть положительные изменения, начать нужно с самих себя. Очень важно сегодня искать возможностей и ответов на вызов этого общества. Особенно христианским лидерам. Это нужно делать постоянно, потому что у Бога есть ответы на любые наши ситуации. Единодушие особо нужно отметить, потому что это самый ценный момент сегодня. В контексте сегодняшнего разделения в обществе, я думаю, что только церковь может представить достойную альтернативу тому, что сегодня происходит. Построение внутрицерковных и межличностных отношений, формирование лидерских групп, а также обучение миссионеров и служителей – эти и другие темы активно обсуждают на форуме. Очень многие христианские лидеры встречают проблемы. В Корее их тоже много. И мы проводим форум, чтобы создать платформу, чтобы общаться и решать вместе эти общие проблемы. Мы проводим разные мероприятия – форум в Африке, Латинской Америке и других странах. Все лидеры были очень рады, они изменились. И поэтому мы хотим в дальнейшем чаще проводить подобные мероприятия. Первый день форума христианских лидеров дал старт еще одному мероприятию. Международный молодежный лагерь АВФ торжественно открылся для всех желающих. Лагерь проводится в Петербурге уже седьмой год и за это время успел зарекомендовать себя как площадка для живого общения между молодежью разных стран. Волонтеры, с которыми я сейчас общаюсь, они участвовали в лагере, приведущем где-то три раза уже. И они рассказывали мне многое, но я не думал, что будет настолько действительно круто и интересно, поскольку очень много эмоций. И вот сейчас, которые будут три дня, я думаю, они очень здорово пройдут. Когда я узнала, что это корейский лагерь, тут есть еще Япония, Китай, Индия и другие страны, как Африканистика, например, я решила поехать, потому что в будущем собираюсь связать свою жизнь с востоковидением. Лагерь АВФ – это яркий и динамичный молодежный праздник, устремленный в будущее. В нем можно найти взаимопомощь, дружбу и самопожертвование. Здесь каждый не только ради себя, но и ради других людей. Анна Коваленко, Антон Антипин, Новости ТБН На этом у меня все. Завершит выпуск Инесса Болонкова. Инесса, тебе слово. Спасибо, Жанна. Культурным новостям в культурной столице. Море аплодисментов, цветов и слезы на глазах. Исключительно от гордости и восхищения. В такой атмосфере в Петербурге прошел международный фестиваль для людей с безграничными возможностями «Мы можем» от благотворительного дома «Добрые люди». Подробности расскажет Юлия Нацеканова. В Санкт-Петербурге в концертном зале Колизей прошел благотворительный концерт под названием «Мы можем». Дети с ограниченными возможностями приехали сюда, в северную столицу, чтобы показать свои таланты на большой сцене. Состоялся грандиозный гала-концерт, где юные дарования показали свои вокальные и танцевальные таланты. Организаторы благотворительного дома «Добрые люди» отметили важность данного мероприятия. Во-первых, сегодня был по счету уже третий турнир, он являлся международным, так как дети мы привезли буквально со всего мира. Знаете, это как, я уже на пресс-конференции говорил, это как в спорте. Знаете, когда на турнир приходят, ты выступает перворазрядник, а приходит олимпийский чемпион и смотрит на тебя, а потом ты с ним общаешься. Разумеется, у детей загорается все там, да, они смотрят на него с открытыми глазами, пытаются расти, пытаются идти вверх с ним. Здесь то же самое, общаясь с этими звездами, а еще и на одной сцене, да. В дуэте с известными исполнителями дети еще раз доказали, что могут все. Из приглашенных звезд были Татьяна Терешина, Ольга Прокофьева и Виктория и Антон Макарские. За кулисами дети не скрывали восторгов и эмоций. Я получила эмоции удовлетворенности и расслабленности, потому что мне нравится помогать людям. И этот концерт мотивирует, мне кажется, многих людей на то, что в жизни нет границ. Я буду продолжать выступать, даже если я окончу школу, это не значит, что уйду из театрала. В фестивале участвовали дети из разных городов России. В завершении концерта каждый участник получил ценный приз. Юлия Мнацаканова, Антон Коряков, Новости ТБН. В Петербурге, вопреки прогнозам синоптиков, на этой неделе наступило Рождество. Вечер единения с Богом, концерт полной любви и благодарности, подарил питерскому зрителю международный хор «Грасес» из Южной Кореи. Смотрите в сюжете, как это было. Петербург погрузился в атмосферу Рождества, несмотря на календарный май. Своё уникальное шоу, покорившее сердца зрителей по всему земному шару, привёз в город на Неве международный хор «Грасес» из Южной Кореи. Рождение Спасителя – это тот праздник, который должен быть, наверное, всегда с человеком. Если он верующий человек, если он принимает это, если он действительно искренне как-то к этому относится, для него это ежедневный праздник. А что касается такого житейского, было бы очень обидно, если бы такое количество добра и тепла, которое идёт со сцены, если бы оно выливалось или направлялось в зал только один раз в году. На сцене мюзик-хола в буквальном смысле ожила история. В первом акте выступления хора зрители перенеслись во времена правления царя Ирода. На их глазах зажглась самая яркая звезда – предвестник рождения Спасителя. О силе прощения и принятия Бога в сердце рассказал со сцены автор более 40 книг, основатель миссии «Good News» пастор Оксупак. В завершение вечера зрители услышали любимые хиты классических композиторов. В очередной раз своим пением международный хор «Грасес» наполнил сердца пришедших особой благодарностью и счастьем. А значит, в этот момент душа каждого зрителя соединилась с душой Бога. Это объединяет и соединяет нас вместе в быт. В этом я радуюсь, и для меня тоже особый праздник. И мы действительно всегда относимся с большим плюсом. И приятно быть вместе со всеми нашими коллегами и братьями верующими. Когда акапеллу начали петь, вот мне больше всего понравилось, прям за нашу зву. А мне понравилась очень первая часть. Как-то историю об Иисусе я просмотрела какими-то другими глазами, и как-то я ее прочувствовала. Я даже удивилась тому, что в мае можно переживать Рождество. Я подумала, действительно, Рождество, оно актуально каждый день. Инесса Буланкова, Данил Кельдзешевский, Новости ТБН. О событиях из мира искусства в мировом масштабе расскажет Анна Коваленко. Здравствуйте к новостям культуры. Российские музеи, театры и библиотеки расскажут о своей работе в годы Великой Отечественной войны накануне Дня Победы, сообщает РИА Новости. Также уточняется, что учреждения культуры будут публиковать личные драмы и официальные документы, свидетельства и архивные фотографии. Газетные вырезки и воспоминания, передающиеся в рассказах от одного поколения к другому. Рассказы обо всем, что делали учреждения культуры для поддержки тыла и фронта. Венецианская биеннале современного искусства стартует 13 мая. В этом году Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина впервые участвует в масштабном форуме. Подготовив особую экспозицию к этому событию, как сообщает РИА Новости, выставка «Человек как птица. Образы путешествий» будет проходить в рамках параллельной программы биеннале, которая в этом году состоится в 57-й раз. Экспозиция «Человек как птица. Образы путешествий» исследует вопросы новых открытий на стыке оптики и искусства, именно в тех сферах, которые объединены стремлением человека к познанию мира и определению своего места в нем. Выставка объединит творчество 14 российских и зарубежных художников, работающих в различных медиа. Звуковые и световые инсталляции, видео, фото и объекты. Площадкой для биеннале станет Палацу Саранцу Ван Аксель 15 века, антураж которого создаст особую атмосферу и контекст для прочтения работ современных художников. Некоторые произведения будут созданы специально для выставки этого пространства. Венецианская биеннале продлится до 5 сентября 2017 года. Еще одна новость из Италии. Там началась масштабная реставрация мавзолея первого императора Рима Августа, сообщает портал Культура. Усыпальница была построена в 28 году до н.э. на левом берегу реки Тибр. В основе мавзолея дошедшие до наших дней цилиндрическое строение, которое венчали насыпной земляной конус деревьями и статуи императора. С падением Римской империи мавзолей пришел в упадок, а после был разграблен. В последние годы он находился в крайне запущенном состоянии. Реставрация затронет огромную территорию 13 тысяч квадратных метров и завершится в апреле 2019 года. Спасибо, Анна. Движемся далее. Новая и отнюдь не безымянная высота. Всемирно известный бейсджампер Майлз Дейшер осуществил свой очередной головокружительный прыжок. На сей раз экстремал выбрал парапет храма Древней Петры. Этот трюк уже назвали самым опасным в истории бейсджампинга. Еще ни одному человеку в мире не посчастливилось увидеть древний город Петра, так как это удалось Майлзу Дейшеру. Американец побывал на самой вершине столицы Набатейского царства. Высота ущелья всего 60 метров, ширина 30. У Дейшера не было права на ошибку. Даже незначительный порыв ветра мог отбросить его на скалы. Сам полет занял всего 15 секунд, однако впечатлений хватило на всю оставшуюся жизнь. Спортсмен убедил власти, что прыжок только увеличит популярность города. Правда, туристов в этот день в Петру на всякий случай не пускали. Ироничное послание потомкам. В испанской пустыне закопали послание с лучшими мемами современности. Это смешные картинки или видео, которые распространяются в интернете. Точное местоположение артефакта по понятным причинам не уточняется. Вес посылки составляет 24 тонны. Для того, чтобы выбрать лучшие мемы, провели даже голосование. В нем приняли участие свыше 620 тысяч пользователей. Организаторы уверены, что нашедшие плиту потомки поймут, что авторы послания были умными, но главное – веселыми людьми. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Хорошего всем настроения в эти выходные в компании ТБН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин